И искренне всех приветствовать на данной секции. Итак, данная секция, как уже сказала Светлана Александровна, была запланирована ещё в прошлом году, но тогда коронавирус спутал все карты. Сейчас потихоньку пытаемся преодолеть это. Негативное влияние эпидемических вещей и в таком виде собрались. И несмотря на то, что я вижу далеко не всех, но всех рад видеть и приветствовать. Итак, молекулярно-генетические характеристики сарком мягких тканей. В 2020 году вышла актуальная на сегодняшний день классификация опухолей мягких тканей Всемирной организации здравоохранения. Она, естественно, включает опухоли и костей тоже, но сегодня мы поговорим исключительно об опухолях мягких тканей. Хотя часть нозологических форм благополучно перекочевала из классических костных опухолей, которые до этого времени стандартно рассматривались как опухоли костей, в опухоли, которые могут развиваться и в костной ткани, и в мягких тканях. Мы о них чуть позже отдельно поговорим. Но сейчас я хотел бы акцентировать ваше внимание на другом. По сравнению с предыдущими классификациями 2002 года, 2013 года, актуальная классификация 2020 года включила в себя огромное количество нозологических форм, диагноз которых либо формулируется с использованием данных молекулярной генетики, и эти опухоли представлены на данном слайде, либо для их верификации молекулярно-генетические технологии становятся не просто рекомендуемыми или необходимыми для понимания патогенеза опухоли, описываемые в соответствующем разделе данной синей книги, но становятся необходимыми для формулирования диагноза. И если мы посмотрим на то, что сейчас происходит, то фактически патоморфолог, патолог, представленный на данном слайде Рудольфом Вирховым, и молекулярный биолог, генетик, которого олицетворяет Грегор Мендель, фактически сформировали, объединились, крепко подружились, я верю, что уже подружились навсегда, и сформировали новую фактическую специальность, которая называется молекулярная патология, поскольку для адекватной диагностики на сегодняшний день не только опухоли мягких тканей, но также опухоли центральной нервной системы, опухоли других локализаций, и я уверен, не только в детской онкологии, но и в целом в клинической онкологии необходимо интеграция как классических патоморфологических методов, такие как стандартная гистология, иммуногистохимия, так и рутинных, более продвинутых и высокопоразвитых молекулярно-генетических технологий. Новые нервологические формы, которые были включены в актуальную классификацию опухоли мягких тканей 2020 года, практически все включают либо позитивные, либо негативные молекулярно-генетические маркёры. Соответственно, для того, чтобы верифицировать опухоль, надо либо выявить какой-то молекулярно-генетический маркёр, либо не выявить его, потому что он характерен для другой нозологической формы, с которой проводится дифференциальная диагностика. Так, например, если мы будем говорить об адипоцитарных опухолях, новый морфологический тип, атипичная, вертиклеточная, плеоморфная, липоматозная опухоль, у неё классический негативный молекулярно-генетический маркёр. В отличие от дедифференцированной липосаркомы, она не будет иметь амплификации гена CDK4 или MDM2, которые, в общем-то, являются таким маркёром многих злокачественных опухолей, в том числе и опухолей костей, например, лоу-грейт центральной остеогенной саркомы и так далее. То же самое будет характеризоваться и миксоидная плеоморфная липосаркома, которая не будет иметь характерные хромосомные перестройки для конвенциональной миксоидной липосаркомы, а также те самые амплификации CDK4 и MDM2, в отличие от дедифференцированной липосаркомы. Фибробластические и миофибробластические опухоли также включили в себя ряд новых нозологических форм. Например, ангиофиброма мягкой ткани характеризуется перестройкой гена НКОА2. С этим геном мы ещё не раз сегодня встретимся, и он такой весьма-весьма неприхотливый в выборе партнёра. И перестройка этого гена, она с точки зрения дифференциального диагноза, именно важна в контексте его партнёрского гена, с каким геном он перестраивается. Потому что, как я уже сказал, при большом количестве опухолей, о которых мы сегодня будем говорить, перестройка этого гена может быть обнаружена. То же самое касается гена ЕВСР1, который всем, я думаю, очень хорошо известен, который может перестраиваться с огромным количеством генов партнёров. И в данном случае при перестройке ЕВСР1 с МАТ-3 можно верифицировать фибробластическую опухоль, в названии которой и фигурирует перестройка ЕВСР1 с МАТ-3. Сосудистые опухоли пополнились эпидолиоидной гемангиэндотелиомой с перестройкой ЕВСР1. Опухоли с неясной дифференцировкой пополнились нозологической формой веретиноклеточной опухолью с перестройкой НТРК. Кроме инфантильной фибросаркомы, которая также характеризуется перестройкой генов семейства НТРК, в частности НТРК-3, перестройки которого наиболее часто встречаются при инфантильной фибросаркоме, тогда как веретиноклеточные опухоли с неясной дифференцировкой, которая входит именно в эту группу опухоли, характеризуется чаще всего перестройками генов НТРК-1 и НТРК-2. Как я уже говорил, совершенно отдельная глава классификации посвящена так называемым недифференцированным мелкокруглоклеточным опухолям костей и мягких тканей. Это та самая группа, которая раньше называлась опухолями семейства саркома Юинга, которые раньше классически относились к опухолям костей. Сегодня они занимают промежуточное положение между опухолями мягких тканей и опухолями костей, потому что могут развиваться, как известно, в любой ткани и тканевой специфичности фактически не имеют. Помимо классической саркомы Юинга, которая была известна давно, актуальная классификация пополнилась саркомами с перестройкой гена СИСИ, саркомами с аберрациями гена БИКОР, а также круглоклеточными саркомами с перестройкой ЕВСР-1, который характерен для саркомы Юинга, но с партнёрскими генами, не относящимися к семейству генов ИТС, тем самым принципиально отличая эти опухоли от саркомы Юинга. Помимо того, что в классификацию были внесены новые нозологические формы, которые, как мы уже видели, в большинстве случаев характеризуются специфическими молекулярно-генетическими маркёрами, но также известные гистологические формы были пополнены новыми генетическими маркёрами. И на данном слайде красным шрифтом отмечены те новые молекулярные маркёры, которые появились в классификации опухолей мягких тканей 2020 года и, соответственно, служат подспорьем для формулирования тех или иных диагнозов. Если мы посмотрим на перечень молекулярно-генетических событий, которые характерны для фибробластических или миофибробластических опухолей, то увидим, что в большинстве случаев речь идёт о перестройках либо аберрациях в генах, которые кодируют протеин киназа. Протеин киназа — это белки, которые участвуют в передаче пролиферативного сигнала в клетку. И механизмы, с помощью которых эти киназы могут патологически активироваться, то есть фактически механизмы антигенной активации — это инсерции, делеции или нуклеотидная замена к терозин киназным домене данного гена, мутации по принципу gain-of-function, усиления функции, или классические перестройки, которые характерны для большого количества мезенхимальных опухолей, которые приводят к тому, что экзоны, кодирующие терозин киназный домен, попадают под активирующее влияние активно экспрессирующегося партнёрского гена и таким образом начинают неконтролируемо экспрессироваться. Также новые генетические маркёры были включены в такие группы, как гломус-опухоль, миоперицитома, миофиброма, сосудистая опухоль, эпителеоидная гемангиома и гемангиэндотелиома, которые характеризуются специфическими перестройками генов ФОС и ФОС-БИ. И, что характерно, опухоли, ассоциированные с инактивирующими мутациями в гене NF1, это опухоли оболочек периферических нервов, они пополнились маркёрами, которые связаны с мутациями в генах, контролирующих ремоделирование хроматина. В частности, в генах, кодирующих ключевые субъедницы комплекса SWISS и NF, ФОС-МАРК-Б1, а также поликомбо, гены кодирующие компоненты комплекса PRC-2. И это приводит к тому, что патоморфологи получили очень надёжный, очень значимый дифференциально-диагностический признак злокачественных опухолей из оболочек периферических нервов потеря триметилированной формы третьего гистона в позиции 27-го остатка аминокислоты лизин. Таким образом, именно этот молекулярно-генетический маркёр появился благодаря тому, что эти опухоли характеризуются мутациями в компонентах комплекса PRC-2. Среди опухолей скелетных мышц наибольший интерес проявился к веретиноклечной склерозирующей равной миосаркоме, которая фактически была разделена на три группы, которые характеризуются совершенно уникальными молекулярно-генетическими маркёрами и совершенно различны с точки зрения клинического течения. Это врождённая инфантильная фибросаркома с перестройками гена НКОА-2 или ВИДЖЛЛ. Прошу обратить внимание на тот самый НКОА-2, о котором мы уже сегодня упоминали. Это веретиноклечная склерозирующая равной миосаркома с мутацией в гене миоди-1, а также внутрикосной эпителеоидной фибросаркома с перестройками ИВСРК и ФСП. И дальше чуть подробнее мы о них поговорим. У детей равной миосаркома достаточно частая мягкотканная опухоль, которая в большинстве случаев представлена либо эмбриональным, либо альвеолярным гистологическими типами. Чаще встречается эмбриональный тип, характеризуется аналогом мышечной ткани раннего срока гистуации — 7-10 недель и характеризуется промежуточным прогнозом. Более агрессивный альвеолярный тип характеризуется чуть более зрелой, поперечно-полосатой мышечной ткани, и, как ни странно, применительно к чуть более дифференцированной опухоли характеризуется неблагоприятным прогнозом. И меньше чем в 1% случаев у детей встречается та самая веретеноклечно-склерозирующая рабдомиосаркома, которая и в актуальной классификации удачно делится с помощью молекулярно-генетических маркеров. В зависимости от мутации, которая значима в патогенезе рабдомиосаркомы, альвеолярный и эмбриональный подтипы хорошо делятся. В частности, для альвеолярных характерны перестройки, в первую очередь, гена ФОКС-1 с типичными партнерами ПАКС-3 и ПАКС-7. Кроме того, именно для этого подтипа опухоли характерны несбалансированные фокальные хромосомные аберрации, в том числе амплификации онкогенов, таких как МИКН, CDK-4, МДМ-2 и так далее. Для эмбрионального подтипа рабдомиосаркома характерны мутации по типу loss of function в онкосупрессорах или gain of function в онкогенах, которые включены в сигнальные пути RAS-RAF-MEG, PI3-K-AKT и так далее. То есть эмбриональная рабдомиосаркома по своему мутационному спектру приближена к классическим опухолям взрослых типов, в частности ракам, где значимое патогенетическое влияние имеет нуклеотидные замены в онкогенах и онкосупрессорах. Если мы будем говорить о несбалансированных хромосомных аберрациях, то фокальные делецы и амплификации для данного подтипа опухоли не характерны, а в большей степени характерны крупные хромосомные аберрации, связанные с дупликацией или потерей больших хромосомных локусов. Если мы суммируем молекулярно-генетические маркёры двух основных доминирующих морфологических подтипов рабдомиосаркома эмбриональной и альвеолярной, то увидим, что для эмбриональной характерной мутации в генных компонентах сигнального пути RAS-RAF-MEG, в частности семейства генов RAS, до 42%. Мутации в гене ТП-53, как герминальные, так и соматические. Кроме того, характерен соматический аналог синдрома Бекквета-Видемана, потеря импринтинга или гетерозиготности локуса IGF, H19, а также другие миссенс-мутации в онкогенах и онкосупрессорах, в частности, ALK, NF1, PIK3CA и так далее. Для альвеолярной рапдемиосоркома характерны, как я уже сказал, классические или вариантные хромосомные перестройки, а также амплификации отдельных генов, в частности, МИКН, МИАД и ALK. Наконец-то актуальная классификация поставила точку в достаточно старой истории, которая говорила о том, что альвеолярная рапдемиосоркома, которые не имеют хромосомных перестроек, затрагивающих гены PAK3FOX1 или PAK7FOX1, клинические и молекулярных протекают так же благоприятно, как и эмбриональная рапдемиосоркома. В классификации 2020 года написано, что альвеолярная рапдемиосоркома всегда характеризуется наличием хромосомных перестроек. В том случае, если хромосомные перестройки отсутствуют, они могут быть редкие, они могут быть нетипичные и вариантные. Но тем не менее, если с помощью высокопоразделительных технологий перестройки были достоверно исключены, это повод пересмотреть гистологию и вероятно, речь будет идти именно об эмбриональном по типе рапдемиосоркома, а не ольвеолярном. Теперь те самые редкие интересные варианты врождённые рапдемиосоркомы, которые так удачно разделились с помощью молекулярно-генетических маркеров. Итак, врождённая или инфантильная рапдемиосоркома, характеризующаяся благоприятным течением, молекулярно она характеризуется перестройками генов ВИДЖЛ или НКОА-2. Причём эти гены могут быть партнёрами друг друга, то есть перестраиваться вместе. В данном случае ген ВИДЖЛ-2 выступает в качестве 3-штрих партнёрского гена, НКОА-2 выступает в качестве 5-штрих партнёрского гена. В этой позиции 5-штрих партнёрского гена НКОА-2 может перестраиваться с достаточно большим количеством перечисленных на экране генов, в том числе с геном ПАКС-3, перестройки которого характерны для альвеолярной рапдемиосоркомы. Мы помним, что там он перестраивается с геном ФОКС-1. Следующий вариант крайне агрессивной рапдемиосоркомы, которая чаще встречается у подростков, это веретенклеточная склерозирующая рапдемиосоркома с мутацией в гене МИА-D1. МИА-D1 транскрипционный фактор, который крайне необходим для нормального развития мышечной ткани, и соматические мутации в нём встречаются далеко не часто, и мы видим, что есть определённый ходспот или горячая точка, где накопление мутаций в опухолях происходит достаточно часто. Это как раз 122-я позиция белка, замена лейцина на аргинин, которая приводит к тому, что аберрантный транскрипционный фактор аберрантный транскрипционный фактор приводит к блоку дифференцировки предшественников поперечно-полосатой мышечной ткани и, соответственно, развитию этого высокоагрессивного подтипа рабдемиосаркома. И ещё один тип веретиноклетчинсклерозирующей рабдемиосаркомы это рабдемиосаркома с перестройками ЕВСР, TFCP2. Возможны другие более редкие перестройки, в частности, перестройки с гомологом ЕВСР гена ФУС, а также мы видим очень редко в эту группу могут попасть опухоли с перестройкой того же самого гена МКО2, но с партнёрским геном МИС1. Это опухоль, характеризующаяся эпителиоидной морфологией, также чаще встречается у детей подросткового возраста, но насколько можно судить о клинике этой опухоли, поскольку в настоящее время в мировой литературе описано всего 25 таких случаев. И в нашей практике тоже встретился такой случай, это девочка 16 лет, у которой болеет новообразованием нижней челюсти. На данном слайде представлена её визуализация и морфологическая картина, которая была интерпретирована на уровне гемотоксиленозина как эпителиоидная радомия саркома. Имея данные о том, что именно для этих опухолей характерной перестройки, в том числе гены EWSR, EWSR1, было проведено исследование метода ФИШ, которое выявило перестройку данного гена, и полнотранскриптомное секвенирование позволило выявить экспрессию химерного транскрипта EWSR1 KFCP2. Как раз следующий доклад нашей секции будет посвящён опыту применения высокопроизведительного секвенирования РНК для выявления химерных транскриптов в мизинхимальных опухолях у детей. Кроме того, соматическое таргетное секвенирование ДНК у данной пациентки позволило выявить патогенную мутацию выключающую сайт сплайсинга в гене TP53. И учитывая ограниченность описания данной нозологической формы и частоту альтернативного аллеля близко к 50%, у нас встал вопрос, не является ли данная мутация герминальной и не развилась ли данная опухоль в контексте синдрома Лиф-Румин. Был произведено секвенирование герминальной ткани, которая доказала соматическую природу данной опухоли, данной оплеативной замены. И в целом данный клинический пример наглядно показывает, интерпретация герминальных и соматических вариантов соответственно классификация CMG, то есть классификация используемая для интерпретации герминальных вариантов, она принципиально отличается от классификации МП-АСКК, которая используется для интерпретации мутаций, которые являются соматическими и выявляются в ткани опухоли. В данном случае речь идет о доказанной соматической мутации в гене ТП-53. И в конце своего выступления хотел бы остановиться на том отдельном разделе новой классификации опухолей мягких тканей и дифференцированной мелкокруглоклечной саркомой костей мягких тканей. Сюда относятся хорошо известные всем саркома Юинга, опухоли с перестройками EWSR1 и нетипичными партнерскими генами, а также саркома с перестройкой гены CIC и BICOR. Саркома Юинга всем хорошо известна и ее морфология и иммунофенотип многократно описаны. И классические химерные гены два наиболее частых это EWSR1 FLA1 и EWSR1 RK1 которые являются дифференциально-диагностическими маркерами, позволяющие верифицировать данную опуху. В данном случае гены EWSR1 и ген FUS, которые являются гомологами, перестраиваются с генами, которые принадлежат семейству E26 или эритробласт трансформационно-специфическим транскрипционным фактором, которые имеют внутри себя высокую степень гомологии. Названы они так, потому что впервые были описаны в вирусе мышино-эритробласт и лейкемии Фрэнда и они являются транскрипционными факторами, то есть у них есть ДНК-связывающий домен, который цепляется к промоторным регионам специфических генов вот таким вот образом и нужно это для того, чтобы регулировать миграцию клеток нервного гребня и это светлится в пользу того, что все-таки опухоли саркома Юинга, они имеют нейроэкфодермальное происхождение. Типичные для саркома Юинга перестройки это перестройка между 7-м и 5-м экзоном или 7-м и 6-м экзонами генов ЕВСР и ФЛА1 или между 7-м и 7-м экзонами гена ЕВСР и РК. Хотя, возможно, другие, более редкие вариантные перестройки между генами ЕВСР, допустим, РК, которые вовлекают другие экзоны и поэтому стандартные методы полимеразно-цепной реакции не всегда могут быть успешны в поиске данных аберраций. Любые перестройки гена ЕВСР1 или ФУС с генами семейства ИТС работают одинаково. В данном случае химерный онкопротеин является в одном лице и транскрипционным фактором, то есть он использует ДНК, связывающий домен партнёра, который относится к ИТС, и транскрипционно-активационный дементранскрипционной активации, который имеется в гене ЕВСР1 или в гене ФУС. Таким образом, для того, чтобы собралась машина РИЕ, которая запускает синтез проматричной РНК, то есть включает экспрессию генов, не нужно сборки вот этого мультимолекулярного комплекса, состоящего из гена, обладающего транскрипционной активации, продукта гена, обладающего транскрипционной активации и транскрипционного фактора. Это всё есть, что называется в одном флаконе. В таком случае ДНК, связывающий демент, выявляет специфические последовательности ДНК, собирается РНК полимераза и запускается экспрессия большого количества онкогенов, которые принадлежат классическим онкогенам в сигнальном пути. Достаточно давно предпринимаются попытки таргетного воздействия на саркому Юинга, в частности ингибирования киназными ингибиторами активированных киназ, экспрессия которых запускается химерой, в данном случае EVSR, флайдин, или другими аналогично работающими химерами. В том числе некоторое время НАСК был доклад о этой молекуле, которая якобы может напрямую ингибировать активность химерного онкопротеина EVSR, флайдин. Но то, что работает хорошо в преклинических исследованиях, к сожалению, в клинике далеко не всегда работает так же хорошо, поэтому прошло уже много лет с тех пор, но таргетного препарата для лечения саркома Юинга пока что нет. Круглоклеточные саркомы с перестройками EVSR1, ну или FUS, как его гомолога, с нетипичными генами-партнерами, имеют в некоторых случаях специфическую морфологию, и выявляются перестройки с генами НФАЦ-2 или ПАЦ-1 в качестве 5-штрих партнерских генов. Интересно, что транскрипционно, то есть на уровне профиля экспрессии генов эти саркомы принципиально отличаются как от саркома Юинга, так и от других опухолей, которые раньше относились к опухолям семейства саркома Юинга, в частности CIC-перестроенным опухолем. Гены саркомы с перестройками гена CIC, они также морфологически имеют определенное сходство с саркома Юинга и до недавнего времени относились к Юинга подобным саркомам. Видно, что ген CIC может перестраиваться с большим количеством партнерских генов и собственно говоря именно ген Капикуа или ген CIC не работает внутри этой химеры. Он имеет также ДНК связывающий домен, то есть является транскрипционным фактором и имеет так называемый ERK связывающий домен. Он связывается с транскрипционными факторами ERK, которые, как мы помним, являются эффекторами сигнального пути RAS-RAF-MEC-R. Это приводит к тому, что в клетке активируются диспецифические фосфатазы, ферменты, которые дефосфорилируют транскрипционный фактор ERK, таким образом дисрегулируют классический онкогенный пульт от этого RAS-RAF-MEC-R и запускают онкогенез опухоли. Интересно, что транскрипционно опухоли с перестройкой CIC принципиально отличаются от классических сарком Юинга, что, в общем-то, достаточно ожидаемо. Клинически эти опухоли также отличаются от саркома Юинга и отличаются они в первую очередь своей химиорезистентностью и фактически мировая литература говорит о том, что данные опухоли являются хирургическими заболеваниями и адекватный локальный контроль в данном случае имеет первостепенное значение. И последнее нововведение актуальной классификации это саркомы с операциями гена Бекор, также исходно относящиеся к Юинга-лайк сарком, к Юинга-подобным саркомам. Опять же, включают опухоли с перестройкой самого гена Бекор с различными 5-штрих партнёрскими генами, опухоли с внутренними тандемными дупликациями в 15-м экзоне гена Бекор, когда нуклеотидные последовательности самого 15-го экзона гена Бекор встраиваются в него и приводят соответствующие активации. А также химеры, которые приводят вторично к активации гена Бекор. Что ожидаемо, логично и, в общем-то, лежит на поверхности, что молекулярно эти опухоли отличаются от классических саркомьюингов. Ожидаемо. Они отличаются и от других опухолей и мягких тканей. Вот они на 3D-диаграмме представлены здесь они отличаются от десампластической мелко-круглоклеточной опухоли, от классической саркомьюинга с перестройками EWSR-FLA1 и EWSR-R, а также от, например, группы злокачественных рапдоидных опухолей. Что интересно, клинически они являются более индолентными опухолями по данным литературам, нежели классическая саркомьюинга. На этом я хотел бы завершить своё выступление саркомьюинга. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok